МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Станислав Шуляк покинул Украину вслед за Виктором Януковичем в 2014 году. Он также скрывается в России, более того, живет в Ростове. Говорит, бежал из-за угроз. Выезжал ночью через один из пограничных пунктов. С Януковичем, которого до сих пор называют президентом, общается, но не часто. В настоящий момент у меня отношения с президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем проявляются в нечастых встречах и беседах по вопросу нашей совместной деятельности во время службы. Под общей деятельностью во время службы Станислав Шуляк имеет в виду составление того самого письма обращения к Путину с просьбой ввести войска в Украину. Шуляк писал один из его пунктов. Уточняет, речь шла о введении вооруженных сил Российской Федерации исключительно как полицейской миссии. Цель была одна. Не дать применить оружие ни одной стороне, а сесть за стол переговоров и искать выход из ситуации только политическим путем. По словам Станислава Шуляка, письмо к Путину составляли уже в Ростове 1 марта, а до этого 22 февраля идентичные обращения с просьбой ввести миротворческую миссию были отправлены в Польшу, Германию и Францию. А народичное обращение было также и к странам-гарантам, подписавших мирное соглашение, что их вооруженные силы, что вооруженные силы Российской Федерации должны были выполнить миротворческую функцию в целях предотвращения кровопролития в ходе разрешения данного конфликта. Хотя ни Польша, ни Германия, ни Франция до сих пор публично не подтвердили получение обращений, адвокаты Виктора Януковича уже поспешили заявить. Показания Шуляка полностью снимают обвинения в госизмене с их подзащитного. Эта информация опровергает то, что существовал только короткий текст письма, который показывала генеральная прокуратура, его мотивы, в которых его обвиняют. Прокуроры убеждены, несмотря на то, что адвокаты пытаются жонглировать письмами, показания Шуляка более чем подтверждают обвинения Януковича в госизмене. Защитники обвиняемого Януковича показали, что они не только его защитники, но и самого агрессора. Адвокаты провалили допрос свидетеля, потому что свидетель не опровергнул обвинения против Януковича, а более того подтвердил, что обращение Януковича про использование вооруженных сил Российской Федерации существовало и было отправлено Путину. К дебатам планируют перейти сразу после допроса свидетелей защиты. Показания дали больше половины из них. В суде ждут и Януковича. Судья Владислав Девятка попросил Шуляка лично передать ему это. Вы видите, что никаких препятствий давать показания нет. И это зависит от его желания. Поэтому, если вы будете видеться, передайте ему, что он может выйти из любого удобного для него места по видеоконференции или явиться в суд для дачи показаний. То же самое касается Клюева, Захарченко, Лебедева, которых мы не смогли пока допросить. Закончить допрос оставшихся десяти свидетелей защиты планируют в июне. Юлия Башко, Александр Бугай, UATV. Субтитры создавал DimaTorzok